До места прорыва трубы удалось добраться только к полудню, ведь сверху был 10-метровый слой земли. На место прорыва работала аварийная бригада СКС, силы МЧС, а также сотрудники городской администрации и областного министерства энергетики и ЖКХ. Аварию ликвидировали более сотни человек. Работы шли круглосуточно. Ночь без сна провели сотрудники МЧС не только на месте прорыва водопровода, но и в главном управлении. Как только стал понятен масштаб аварии, здесь развернули оперативный штаб. И именно сюда стекается последняя информация о том, как устраняют аварию. Ранним утром на вопросы журналистов ответил глава Самары Олег Фурсов и начальник главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Они рассказали о том, как помогают тем, кто остался без воды. В зоне отключения находятся шесть котельных, которые обеспечиваются водой путем подвоза бойлерами технической воды. Тепло в микрорайонах не отключено. И с этой точки зрения неудобств жители испытывать не будут. Работают 16 бойлеров, организованные точки раздачи питьевой воды. За ситуацией на месте аварии в штабе МЧС следили в режиме онлайн с помощью веб-камер. Оставшиеся без воды жители могли обращаться на горячую линию. Жители города Самары, попавшие в зону отключения воды при возникновении вопросов, могут обращаться на данный телефон доверия. Будут непосредственно сразу же приняты все необходимые меры по обеспечению воды. Горячую линию открыли в департаменте опеки и попечительства. Сюда призывали обратиться тех, кому тяжело самостоятельно принести воду из бойлеров домой. Также можно было сообщить о людях, нуждающихся в помощи. Продолжение следует...